Здравствуйте! Сегодня я, Ольга Белозерцева, и мои коллеги познакомим вас с последними новостями города Латкарина в этом выпуске. Культурная жизнь города, детский спектакль в Луче, праздничный концерт в мире, сказка в музыкальной школе. Очень клёво, спасибо! Диспансеризация в городской поликлинике. Мы вас здесь ждём, мы готовы, главное – ваше желание. Эвакуация транспортных средств с улицы Октябрьская, рейд Госадмтехнадзора, традиционные рубрики телеканала, новости спорта и многое другое. Рубрика «Новости из области». О самых актуальных событиях региона расскажет её постоянная ведущая Марина Лопаткина. Добрый вечер, с вами Марина Лопаткина и новости из области. Самые важные новости региона и главные события Подмосковья прямо сейчас. Скидку в 99% начиная с 36-й поездки по карте «Стрелка» будут получать с февраля студенты и школьники Подмосковья. Об этом на заседании областного правительства заявил губернатор Андрей Воробьёв. Решение принято благодаря обращению студента из Коломны Алексея Прошкина. В письме губернатора он буквально с цифрами и фактами в руках показал проблему после отмены специальных проездных документов для учащихся. Размещенные в интернете петицию за несколько дней поддержали почти 5000 студентов, школьников и их родителей. Пенсионерка завела 36 собак в своей двухкомнатной квартире в котельниках, несмотря на протесты соседей. Женщине не хватает времени, чтобы выгуливать псов и денег, чтобы покупать им еду. Соседи снизу жалуются на запах, грязь и шум. При этом закон в нашей стране не запрещает содержать в квартире собак. Однако есть санитарные нормы, которые диктуют соблюдать в жилом помещении воздухообмен и шумоизоляцию. В настоящий момент волонтеры приюта «Гвардия» поставили прививки всем животным в квартире и забрали часть собак в питомник. Общественные лесные инспекторы появятся в Московской области, сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Чупраков. По его словам, стать инспектором может любой желающий, готовый пройти специальную подготовку. Как пояснил зампред, информация о путях получения сертификата общественного лесного инспектора будет опубликована на официальном сайте Комитета лесного хозяйства Подмосковья. В объявлении будет сказано, куда обращаться с вопросами о получении необходимого образования. Кроме того, на сайте появится список координаторов по всем муниципалитетам Московской области. Новая отрасль переработки бытовых отходов появится в Московской области. Соответствующую программу разрабатывает Министерство экологии и природопользования региона. По информации власти, основным направлением рекультивации полигонов ТБО в настоящее время является активная дегазация. Речь идет об извлечении свалочного газа, который впоследствии можно использовать для получения тепла и электроэнергии. Подобные технологии используются более чем в 20 странах мира. Процесс добычи газа рассчитан в среднем на 12-14 лет, а работа по установке оборудования для рекультивации занимает около полугода. После этого полигон становится экологически безопасным. Комитет лесного хозяйства Московской области планирует восстановить в Подмосковье около 10 тысяч гектаров леса в 2016 году, а на 9 тысяч гектарах планируется провести санитарно-оздоровительные мероприятия. В 2015 году удалось остановить эпидемию одного из вредителей лесов – жука-караеда. В настоящее время 21 тысячу гектаров, оставшихся после проведения санитарных рубок, засадили лесом. И на этом у нас все. Смотрите через неделю наш новый выпуск. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Жителям области с традиционным посланием, в котором формируют цели и планы перед областью в новом году. В 2013 году главная повестка главы региона называлась «Наше Подмосковье. Приоритеты развития». В 2014 – «Наше Подмосковье. Идеология лидерства». В прошлом году послание звучало как «Новая реальность. Новые возможности». Главная повестка этого года еще неизвестна. Мы вышли на улицу Лыткарина, чтобы узнать, каких слов сегодня ждут от губернатора сами жители области. ЖКХ, тема доходов населения. Льготы, льготы, льготы. Потому что пенсионеры – маленькая пенсия и должны, конечно, вернуть. Чтобы нормально людям деньги платим. Вовремя. Ну, мы, знаете, не очень рассчитываем на государство, больше на себя. Хотелось бы слушать правду. Все. 28 января Андрей Юрьевич подведет итоги 2015 года и определит стратегические цели по развитию Подмосковья на 2016 год. В этот же день состоится прямой эфир губернатора на телеканале «Подмосковье-360». О том, как прошла встреча, мы расскажем на следующей неделе. Максим Морозов, Александр Тестов. Новости Лыткарина. С начала Нового года в лыткаринских поликлиниках стартовала диспансеризация. Сюжет Григория Козлова. С начала трудового сезона к текущему моменту пройти плановую проверку здоровья уже отважилось около 300 лыткаринцев. Цель диспансеризации – обнаружить на максимально ранней стадии причины тяжелых заболеваний, а также выявить факторы риска. Повышенное артериальное давление, повышенный сахар крови, повышенный холестерин, избыточная масса тела, недостаток физических нагрузок, отягощенная наследственность, злоупотребление алкоголем и злоупотребление наркотиками. Диспансеризация проводится в два этапа. По результату первого врач делает анализ и разрабатывает комплекс мероприятий для каждого пациента. В случае необходимости направляет на второй этап, который включает в себя консультацию профильных специалистов. Важнейший этап проверки – анкетирование, цель которого – выявить жалобы пациентов. Для прохождения комплекса наблюдения и процедуры необходимо обратиться к своему участковому терапевту или в кабинет медицинской профилактики. Мы вас здесь ждем, мы готовы. Основные моменты, которые входят в диспансеризацию, у нас есть. Главное – ваше желание. Существует афоризм, нет людей здоровых, есть недообследованные. В свою очередь, как гласит популярная медицинская истина, болезни проще лечить на ранней стадии. Григорий Козлов, Алексей Устинов, Новости Латкарина. Строительство городского рынка выходит на финишную прямую. Подробнее расскажем прямо сейчас. Инспекторский состав Главного управления Государственного строительного надзора Московской области проверил ход строительства торгового центра на улице Советская. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству инженерных систем и отделке помещений. Общая площадь объекта более 3000 квадратных метров. Здание начали строить в 2014 году. Сегодня его возведение выходит на финишную прямую. Сдача комплекса в эксплуатацию планируется в 2016. Торговый центр позволит создать 215 рабочих мест. Также, согласно проекту, будет благоустроена прилегающая территория. Максим Морозов, Александр Тестов, Новости Латкарина. Сказку «12 месяцев» подарили воспитанники детской музыкальной школы своим зрителям. Смотрите в нашем сюжете. Святочный концерт для детей-инвалидов прошел в Латкаринской музыкальной школе 21 января. Учащиеся различных отделений подготовили для ребят красочную театральную постановку по мотивам сказки «12 месяцев». Со сцены ребят поприветствовал директор музыкальной школы Алексей Кнюшков. Рады приветствовать вас в Большом зале детской музыкальной школы. Наши встречи очень тепло всегда проходят. Наша встреча сегодняшняя посвящена Рождеству Христову. Я всех поздравляю с этим великим праздником. Здоровья вам, тепла и всего-всего светлого и доброго. Постановка «12 месяцев» – трогательная история о добре и зле, о поддержке и дружбе, о понимании и прощении. Рассказанная на языке музыки, она становится еще пронзительнее и светлее. Волшебные рождественские картины сопровождали каждую сцену спектакля, а появление самих «12 месяцев» стало настоящим волшебством. Мы готовы вам помочь, ведь волшебная эта ночь. Не только дети, но и взрослые, не отрываясь, смотрели спектакль. Ну а юные актеры еще раз открыли для себя волшебную силу музыки. Марина Лопаткина, Александр Тестов, Новости Латкарина. С Октябрьской улицы эвакуировали неправильно припаркованные автомобили. В рейд вместе с сотрудниками дорожно-патрульной службы вышла и наша съемочная группа. Знак 3.28. Стоянка запрещена. Известен каждому автомобилисту. Но на деле многие водители идут на нарушение закона. Вся улица Октябрьская находится под этим знаком. Здесь стоянка машины запрещена. В реальности же ими забита вся улица. Уборка снега в такой ситуации просто невозможна. В некоторых местах ширина полосы настолько узкая, что проехать может только одна машина. Исправить ситуацию решили кардинально и по закону. На прошедшую неделю прошла первая волна задержания автомобилей. Некоторые из них уже покрылись толстым слоем снега. Стоят они на одном месте с начала зимы. Вот эту модель «Жигули» пытались поднять на эвакуатор практически в течение часа. Машина просто примерзла к снегу и асфальту. Так называемые подснежники – брошенные машины. В зимний период времени часто явления. Из-за нерадивых водителей возникают проблемы как у коммунальных служб, так и законопослужных граждан. Вообще сам процесс задержания транспортного средства проходит буквально за 10-15 минут. Сначала сотрудники ДПС фотографируют место преступления и составляют акт. Далее машину опечатывают и с ювелирной точностью грузят на подъемник. После этого увозят на штрафстоянку в город Люберц на улицу Молодежная, дом 14. Чтобы вернуть транспортное средство, водителям придется заплатить штраф. Подобные работы по эвакуации автомашин, припаркованных с нарушением закона, продолжатся и дальше. Не упустят из внимания и грузовики, которые эвакуировать сложнее. В этом вопросе поможет навести порядок полиция города. Максим Морозов, Александр Тестов. Новости Латкарина. 25 января в Латкарине прошел рейд Госадомтехнадзора. О результатах проверки расскажет наш корреспондент. Цель сегодняшней проверки – контроль за уборкой территории сетевых магазинов. В зимний период внимание инспекторов в первую очередь обращено на наличие наледи и сосулек, которые могут угрожать безопасности посетителей магазинов. Проверки не выдержал магазин «Пятерочка» на улице Парковая. Мы видим, что вход перед магазином почищен и посыпан. Однако кровля не очищена от снега и ледяных образований. То есть мы видим, что сосульки присутствуют на крыше магазина. Собранные следственные материалы позволят применить к юридическому лицу меры административного воздействия в виде штрафа. В ходе рейда также был проверен сетевой магазин на втором квартале. Нарушений по целевой повестке рейда обнаружено не было. Григорий Козлов, Александр Тестов. Новости Латкарина. О традициях святочной недели малышам рассказали воспитатели детского сада «Веснянка». На крещенский огонек заглянула съемочная группа нашего телеканала. Павлова, посадские платки, рушники, чугунки и метлы в детском саду «Веснянка» провели детско-родительский досуг «Крещенский вечерок». Ребятам рассказали, что 12 дней после Рождества Христова называют святками, то есть святыми днями. Святки – это праздник духовного веселья и радости. Вот и ребята вместе со своими мамами вспомнили традиционные русские пословицы и поговорки, забавы, песни и, конечно, колядки. На прошлой неделе были святки, и мы решили провести досуг, приуроченный к этому празднику, с участием родителей. Родители отозвались, им было очень приятно, с удовольствием они согласились провести время с детьми. Счастливые улыбки детей, радостные лица родителей – это признание таланта организаторов досуга. Малыши с интересом приняли участие во всех играх и внимательно выслушали рассказы о празднике и обычаях, с ним связанных. Ну а итогом этого «Крещенского вечерка» стал еще один шаг к приобщению детей, к истокам народной культуры и любви к родному краю. Марина Лопаткина, Александр Тестов, Новости Латкарина. Спектакль «В гостях у Снежной королевы» поставил Молодежный театр «Гелиос». На премьере побывал Максим Морозов. Сегодня в зале Дома культуры «Центр молодежи» раздается долгожданный детский смех. На сцене ДК премьера сказки «В гостях у Снежной королевы». Зимний спектакль подготовил Молодежный театр «Гелиос» под руководством Светланы Лазаревой. Представление было построено на интерактиве со зрителями, поэтому танцы, песни и игры были не только на сцене, но и в зале. Юным латкаринцам предстояло самим определить, кто из Дедов Морозов настоящий и чем зло отличается от добра. С этим заданием детвора справилась на отлично. Хорошо, клево. Всем понравилось, нашему классу особо. Только снимать зря не разрешили, но так очень клево. Спасибо. Как отличить не настоящего Деда Мороза от настоящего? Ну, вообще надо отличать по бороде. Когда Дед Мороз не настоящий, у него бороду можно отнять. Нужно снять бороду сначала, а потом шапку, а потом куртку. Посмотрим, что он. Нет, чтобы воздухом не знать. По мешку. Настоящему мешку. У него должен был мешок с подарком. А вы как думаете? У него подарки есть. У кого есть? Нет, а саник. У него есть оленя. В оригинальной сказке «Снежная королева» злая. Ребята из «Гелиус» решили внести свои корректировки в сценарий. Их сказочная героиня добрая и радушная. Сценарий. Это очень сложная вещь, потому что сценарий пишется всем миром, все актеры, каждый добавляет что-то, потому что все равно на сцене получается всегда все по-другому. Главную героиню «Снежную королеву» играет Мария Тимонина. Уже после спектакля она призналась нашей съемочной группе, что на сцену вышла с температурой. Но отказаться от премьеры просто не могла. Иначе пришлось бы отменить представление, которому актеры готовились несколько месяцев. Но несмотря на часы репетиции, артисты все равно волнуются перед выходом на сцену. Конечно, волнение, все такое, но все равно слова все знают. Ну да, и тем более потом, когда уже вышел, выдохнул, спокойный. А потом думаешь, а что, круто, что? А не забывали сейчас слова? Нет. Было дело немножко. У меня было. А минавтоматируешься. В сказке для каждого артиста продуман свой оригинальный костюм и грим. Анастасия в этот день, помимо выхода на сцену, в роли ведущей помогает и технически отвечает за световое сопровождение спектакля. Были некоторые моменты, которые не получались никак. Ну, где-то два месяца готовились. Мне кажется, детям понравится. В конце представления добро все же одерживает победу. И юные зрители ликуют вместе с Молодежным театром, для которого эта премьера стала очередной творческой победой. Максим Морозов, Александр Тестов. Новости Латкарина. В ДК «Мир» прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов. Расскажет Марина Лопаткина. Зимняя карусель закружилась на сцене ДК «Мир». В Дворце культуры прошел праздничный концерт творческих коллективов. Зрителей порадовали хореографические ансамбли «Росинка», «Ирис», театр танца «Винцеры», театральное объединение «Сундучок сказок», цирковая студия «Проформы» и другие. Одним из главных участников праздника стал вокальный ансамбль «Созвучие», накануне ставший лауреатом международного фестиваля конкурса детского и юношеского творчества «Тульские приключения». Очаровательным участницам ансамбля в рамках концерта вручили благодарственные письма. Мы ездили в новогодние праздники в Тулу, там был конкурс, мы там заняли, стали лауреатами первой степени, наш коллектив. Вот, ну, собственно, с этим сегодня поздравили. Поздравили со сцены с приближающимися именинами и всех Татьян. Впрочем, обладатели других имен также не были разочарованы, ведь «Зимняя карусель» подарила замечательное настроение всем зрителям без исключения. Марина Лопаткина, Александр Тестов, Новости Латкарина. В Доме культуры Центр молодежи прошло традиционное собрание Совета ветеранов УЛЗОС. Последний вторник месяца для ветеранов завода оптического стекла особый. В этот день в зале клуба «Луч» проходит совещание Совета. На встречу каждый раз приходят представители администрации города. 26 января на вопросы ветеранов ответила Ирина Тренева, начальник управления социальной защиты города Латкарина. Вначале Ирина Алексеевна отчиталась о своей работе за 2015 год. А далее каждый желающий смог задать свои наболевшие вопросы. А тем для дискуссии оказалось немало. Обслуживание ветеранов на дому, оказание материальной помощи, новые меры социальной поддержки, зубопротезирование, бесплатные путевки в санатории. Так, в прошлом году посетили дома отдыха 107 инвалидов, 1, 2 и 3 категории и 51 ветеран. Помощь по зубопротезированию оказали 119 пожилым гражданам. Несмотря на четко прописанные федеральные и областные законы, каждый случай предоставления помощи по своей сути индивидуален. Поэтому работники соцзащиты стараются помочь каждому нуждающимся максимально. Стоит отметить, что управление социальной защиты расположено по адресу квартал 3А, дом 9, в здании рядом с МФЦ. Максим Морозов, Алексей Устинов, Новости Латкарина. 29 января в 15.00 состоится встреча главы города Евгения Серегина с жителями Латкарина. Мероприятие традиционно пройдет в зале детской музыкальной школы. Автопрокат в Латкарина. Мы единственные и лучшие в городе. К вашим услугам автомобили эконом-класса с механической или автоматической коробкой передач. Стоимость аренды от 900 рублей в сутки. Наши телефоны 8-926-120-19-99. 8-926-120-19-99. Доброе дело начинается с одного клика. У вас во дворе свалка мусора, не горят фонари, на дорогах ямы? Добродел поможет все исправить. Ведь теперь мы в Подмосковье решаем проблемы вместе. Зайдите на сайт Добродел или скачайте бесплатное мобильное приложение. Напишите ваши жалобы или пожелания. Мы найдем решение. Добродел. Решаем проблемы вместе. В живописном месте рядом с озером, всего в 60 километрах от Москвы, расположился уютный коттеджный поселок Занкино. Здесь вы можете приобрести уже готовый дом со всеми коммуникациями или участок, как с подрядом, так и без подряда. Также мы можем построить ваш коттедж по вашему проекту или предложить вам на выбор наши проекты, созданные профессиональными проектировщиками с учетом всех современных требований. Купите загородный дом вашей мечты уже сегодня. Возможно, рассрочка и ипотека. Телефон 8-916-326-07-99. 8-916-326-07-99. И далее в нашем выпуске. Рубрики «Культ просвет» и «Мнение». Открытие выставки в городской библиотеке. Обзор происшествий за прошедшую неделю и новости спорта с Романом Завьяловым. 13 января в России свой профессиональный праздник отмечали сотрудники средств массовой информации. Мнение латкаринцев о том, как должны работать СМИ, выяснял Григорий Козлов. Найдя в календаре праздника в торжественную дату, в редакции рубрики «Мнение» наступило долгожданное оживление. Судьба подкинула нам замечательный повод пообщаться с прохожими улиц города Латкарина. Какую информацию должны передавать СМИ? Чего не хватает и что действительно является важным? Ну? В первую очередь правду. Правду. А правду о чем? О том, что творится в мире, да и у нас в стране тоже. А то же, как такое возможно. Нужна честная политика. Не как по телевизору показывают, что все хорошо, а объективно показывают, что чего, какой кризис, как чего. Мы о политике очень редко разговариваем, вот. Но обычно только так, что у нас в городе творится, насколько все либо хорошо, либо не очень. Хорошим надо говорить. Все хорошо, прости. Нельзя же их против страны возбуждать. Знаете, мне не нравятся эти все страшные фильмы. Вот это вот. Это слишком много. Почему-то у нас работает только одна милиция. На всех каналах одни фильмы про нашу доблестную милицию. Иногда даже смотрю домашние. Там как-то более приятные фильмы. Надо больше рассказывать про все-таки наше, бытие наше, жизнь наше. Хуже стало. После Нового года резко упало качество. Смотреть нечего. А события? Нет, не события. Даже и развлекательных, и научных передач. Качество снизилось. То, что, собственно говоря, в декабре обещали министры. То, что денег в бюджете нет, и качественные линии после 1 января заметно упадет. Так оно и случилось. Если бы вы были средством массовой информации, к примеру, там, газетой, телевидением, какими новостями вы бы делились с окружающими? Какие вышли автомобили, про светскую жизнь, про телефоны, про ноутбуки, вот это все. Редакторский коллектив рубрики с большим интересом воспринял мнение ледкаринцев о работе центральных телеканалов. Что и сподвигло нас на рискованный эксперимент. Вы смотрите ледкаринское телевидение? Нет. Очень редко. Да, смотрю в среду, иногда в субботу, но больше в среду. Нормально, хорошо. Иногда вижу свои знакомые лица. Все проблемы я знаю, потому что работаю с больными. И мне совершенно неинтересен ваш канал. Наш сюжет мы решили закончить словами Козьмы Проткова. Не верь глазам своим, особенно если они смотрят в телевизор. Григорий Козлов, Александр Тестов, Алексей Вестинов. Рубрика «Мнение». Ежегодная выставка народных ремесел вновь открывается в библиотеке ДК «Мир». Расскажет Марина Лопаткина. В библиотеке ДК «Мир» открылась юбилейная 15-я традиционная городская выставка народного творчества «Ладкаринский вернисаж». Образцы народных ремесел представлены участниками клуба «Добрых рук мастерство». Начиналось все в 2001 году, когда 8 рукодельниц порадовали ладкаринцев своими работами. В дальнейшем они объединились в творческий клуб, работы которого стали известны не только в нашем городе, но и в столице, и в Московской области. Сегодня в выставке принимает участие более 60 мастеров в возрасте от 8 до 85 лет. Здесь можно увидеть работы в техниках декупаж, бумагокручение, вышивка художественным швом, крестом, гладью и лентами, соленое тесто, вязание крючком и спицами, бисероплетение, шерстяная акварель, квилинг, макраме, оригами, флористика и десятки других. Выставка продлится до марта. Вход на экспозицию свободный. Марина Лопаткина, Новости Ладкарина. Бдительность, безопасность и правопорядок. В эфире рубрика 112. Собаки, кошки, а у кого-то хомячки, морские свинки и даже игуаны. Братья наши меньшие, неотъемлемая часть жизни. Они приносят нам радость и помогают нам во всем. Это рубрика 112. Я Марина Лопаткина. Здравствуйте. Четвероногие друзья нужны всем, даже преступникам. Преданный котенок Моня на задержании находился рядом с хозяином-наркоторговцем из Одинцова, задержанным за сбыт крупной партии героина. Гражданин Узбекистана готовился к поездке в Воронежскую область, где он собирался оборудовать тайники с наркотиком. С собой в автомобиле злоумышленник вез еще около одного килограмма диаморфина. Несмотря на присутствие служебной овчарки и наручники на хозяине, Моня до последней минуты расставания ни на шаг не отходил от своего хозяина. Расстроганные оперативники разрешили наркоторговцу попрощаться с Моней. Ведь злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы, и своего любимца он, вероятно, не увидит уже никогда. Шершеля Фам. На минувшей неделе сразу несколько латкаринок, воспользовавшись ножами, зарезали своих спутников. За прошедшую неделю отделом полиции по городскому округу Латкарина зарегистрировано 6 происшествий. Первое происшествие связано с бытовым использованием режущих предметов и по назначению. Жена мужа ударила ножом. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался. Возбуждено уголовное дело по статье 105. Также на бытовой почве совершено аналогичное преступление, только в другом месте, на квартале 3А. Также жена мужа ножом ударила несколько раз. В настоящий момент мужчина находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье 111, часть 2. Еще подобное преступление совершено на улице Первомайской. Также женщина-мужчине нанесла несколько ударов ножом, причинив непроникающее ранение. Возбуждено уголовное дело по статье 111, часть 1. Также с использованием ножа совершено преступление по линии участковых и полномоченных. Возбуждено уголовное дело по статье 119, часть 1. Также раскрыта кража денег в сумме 10 тысяч рублей. У девушки, ее сожитель совершил хищение данных денежных средств. Возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 2. Также за сбыт наркотического средства героин в крупном размере задержан молодой человек. Возбуждено уголовное дело по статье 228, часть 1, прим. 1. Молодой человек в настоящее время помещен в ВВС. Ему избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Внимание розыск! МВД России Люберецкая разыскивает несовершеннолетнего Павла Пелеванюка, 2002 года рождения, проживающего в городе Люберцы. Юноша 10 января 2016 года ушел из дома и до сих пор не вернулся. Приметы – рост метр семьдесят, нормального телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы прямые, черные. При получении какой-либо информации о его местонахождении просим вас сообщать в МВД России Люберецкая по телефону 8 495 554 45 36, 8 495 554 93 94 или 02. Полицейским МВД России Ногинская задержан ранее судимый 40-летний местный житель, подозреваемый в совершении кражи. Установлено, что злоумышленник, находясь в помещении одного из торговых центров, похитил ключи от замка стеклянного ящика с товаром. Впоследствии открыл витрину и совершил кражу шести мобильных телефонов на общую сумму около 130 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения и задержали по горячим следам. При личном досмотре у мужчины изъята часть похищенного имущества. Сотрудниками полиции УМВД России по городскому округу Королев в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый 28-летний житель города Москвы, подозреваемый в сбытии наркотических средств. При личном досмотре у злоумышленника обнаружено изъято 50 полимерных пакетиков с порошкообразным веществом, которое по результатам химического исследования является наркотическим средством героином. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Санкции статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Отдел полиции по городскому округу Лыткарина производит дополнительный набор сотрудников подразделения патрульно-постовой службы и участковых уполномоченных. Для трудоустройства в патрульно-постовую службу требуются граждане Российской Федерации, прошедшую службу в Вооруженных силах России. На должности участковых уполномоченных будут годные лица, которые, кроме армии, имеют высшее образование. По факту трудоустройства можно обращаться по телефону 8 926 007 08 01. 8 926 007 08 01. И на этом у нас все. Это была рубрика 112. Будьте бдительны. До свидания. 22 января Люберецкий отдел ГИБДД провел пресс-конференцию. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. В ходе пресс-конференции были озвучены количественные показатели состояния аварийности за 2015 год. Так, на территории обслуживания Люберецкого ОГИБДД было зафиксировано 12 215 ДТП с материальным ущербом, что на 18% ниже, чем за отчетный период 2014 года. На 6% снизилась аварийность с пострадавшими, и по-прежнему основными нарушителями правил дорожного движения были признаны водители. В Латкарине за период 2015 года было зафиксировано 784 аварии, из них 32 с пострадавшими. Среди очагов аварийности была отмечена улица Ленина, где в течение трех месяцев произошло три наезда на пешеходов. По итогу работы комиссии было усилено освещение пешеходного перехода. По заверению Ильи Атаманова, в ближайшее время на этом участке будет продолжено внедрение новых технических решений для обеспечения безопасности. Впрочем, как было отмечено, улица Ленина – не единственный очаг аварийности в Латкарине. Очаги аварийности улица песчаная, спортивная. Постоянно в рамках комиссии какие-то предложения идут. Очень, в принципе, ну, вы сами знаете, активная позиция главы, он вообще у вас, ну, перфекционист, он стремится постоянно сделать ваш город лучше. Поэтому заложены достаточно хорошие средства для дальнейшего обустройства уличной дороги. Я думаю, что с наступлением тепла вы сможете пронаблюдать все позитивные изменения в городе. На пресс-конференции были озвучены нововведения, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях. С 1 января 2016 года в целях стимулирования добровольной уплаты штрафов нарушителей будет взиматься половина суммы наложенного взыскания при условии оплаты в течение 20 дней с момента вынесения постановления о привлечении к ответственности. Также была отмечена необходимость сохранения в течение двух лет квитанции об оплате, так как копия документов в банке не сохраняется, и в случае сбоя в компьютерной системе без наличия квитанции доказать факт оплаты штрафа будет невозможно. Григорий Козлов, Алексей Устинов. Новости Латкарина. А теперь наша традиционная рубрика «Культ Просвет». Привет, дорогие друзья! Это, как обычно, рубрика «Культ Просвет», и недавно я приглашал вас посетить мероприятие в музыкальной школе. Не уверен, что всем удалось на него сходить, но я таки не удержался и пошел. Предлагаю посмотреть, как это было. Ну что, дорогие друзья, вот мы и на месте. Мы находимся в музыкальной школе города Латкарина, где сегодня состоится концерт классической музыки Александра Евгеньевича Майкапара. И сегодня пообщаемся немного с гостями мероприятия и, конечно, с самим виновником торжества и главным действующим лицом Александром Евгеньевичем. Ну, это человек, но можно отпуск и повезти. Ну, конечно. Мама, дайте нам минуту. Ну что, ты идешь на концерт Александра Евгеньевича Майкапара? Нет. Почему? Потому что у меня много денег. Математика? Русский? Да. Я тебя понимаю. Ну, ничего, в следующий раз, да? Да. Ну, давай. Пока. Я весь день, вот что пребываю здесь, в каком-то отдохнувшем состоянии. После суеты московской, хотя мне грех жаловаться, я живу в Москве так, как я хочу жить. А здесь как-то все естественно. Я приехал к Дому культуры, площадь мне нравится, два танка, я чувствую уверенность в завтрашнем дне. Так что мне очень нравится. Вы, как известно, заслуженный артист Российской Федерации, дали несметное количество концертов по России и Европе. И вопрос у меня к вам следующий. Как музыканту вашего уровня сохранить мотивацию выходить до сих пор на сцену и давать концерты? Ну, это очень простой вопрос, простой вопрос. Я играю не потому, что я хочу играть где-то в каком-то, там, скажем, супер-пупер месте или там. Я играю концерты, потому что я хочу играть ту музыку, которую я играю. Вот. И если инструменты мне позволяют это делать, то есть они откликаются на мои какие-то пожелания музыкантские, то мне, в общем, почти не важно, где играть. Я просто с наслаждением это делаю, потому что это разговор о том любимом, чем я занимаюсь. Была ли какая-то, может быть, необычная или интересная ваша любимая гастрольная история? О, так много! Это если бы я стал... Я вам одну маленькую историю расскажу. Представьте себе, у меня концерт в зале филармонии. Это бывшая синагога, очень красивый зал в мавританском стиле, органный концерт. Я к концерту более или менее готов, я свободен, я порепетировал, все меня устраивает, и я брожу по городу. Я иду по улице, которая ведет вверх к замку старинному, и на повороте улицы большой барочный собор униадский сейчас, и на противоположной стороне красивый особняк с эркером. Каждый раз я им любовался. Я слышу звуки сонаты Моцарта. Я приподнимаюсь на цыпочках, плохая затея, заглянуть, кто же так хорошо играет и создает атмосферу. И когда я вот в самый момент подтягивания, чтобы заглянуть, я слышу сзади голос женский. Вы кого-то шукаете? Мне стало неудобно, за мной подсмотрели, что я оборачиваюсь, говорю, ну, вы знаете, я много раз прохожу этой улицы, и мне так нравится этот дом, и сейчас он так... И звуки сонаты Моцарта – это были ключевые слова. Сонаты Моцарта. Это вышла хозяйка дома. И я представился, я такой-то. И оказалось, что у всего семейства на мой завтрашний концерт билеты в филармонию. Тут они пришли в восторг. И говорят, после концерта вы наш гость, мы вас забираем. И это было чудное общение, полный зал народу. Я вижу, они в четвертом или в пятом ряду все торжественно сидят, и ребята тоже. Я сыграл второе отделение, они ко мне пришли. Все рядом, никаких проблем добираться куда-то вечером. Все провинциально важно. Как-то это теплом и гостеприимством, и тем, что они все были на концерте, и полный зал народу. И потом мне дали репетировать, возможно, там я целое лето жил. И тогда киевское телевидение прислало бригаду, чтобы в результате этих моих занятий записать мой концерт в этом мавританском интерьере. Вот один из штрихов. Их я мог бы рассказывать много подобных. Это замечательная история. Но я вам хочу сказать следующее. Я немножко покопался в интернете, зашел на ваш сайт, конечно же. На ваш сайт. Конечно, у вас же есть сайт, правда? Да, конечно. Ну, все, значит, мы не ошиблись. Потому что фотография именно с вашего сайта. Вот следующая фотография. Александр Евгеньевич, я думаю, вы вспомните эту фотографию. Что тут происходит? Ну, вот жизнь, как это было, стишок такой тяжела и неказиста, жизнь советского артиста. Был такой стишок. Это после начала перестройки. Значит, чтобы осуществить план с исполнением больших там замыслов Баха, пришлось искать спонсоров. И оказался спонсор что-то пивоваренное. Мы играли концерты, все клавирные концерты Баха. Я сейчас буду играть эту программу. У Баха концерты для одного, двух, трех и четырех плавесинов. Но пива потом не будет. Пива уже не для рекламы. Недавно у меня вышла книга, двухтомная, «Грани классической музыки». Там есть рассказик такой, называется, воображаемый разговор Баха с Хаусманом. И этот разговор мне привиделся. И вот рассказик, этот разговор. И я говорю, Бах говорит, ну, там много о разных разностях. Он говорит, ну, вот я написал концерт, да, для четырех плавесинов. Вагензель из Вены тоже написал концерт для четырех плавесинов. Для себя и трех своих дочурок. Ну, от девицы-то чего ждать? Музыка жидковатая такая. А у меня-то замечательная такая. Вот, и помню, мне рассказывали в Берлине, Майкопар с компанией сыграли этот концерт. Наверное, повеселились. Это как бы Бах говорит о том, что было после. В общем, я тоже веселюсь, когда есть возможность. Еще одна замечательная фотография, которая я нашла на вашей страничке в социальной сети. Это вы с Сергеем Безруковым. Это в особняке МИД России. И у нас было совместное выступление. Я играл, а Сергей читал стихи. Это был полный экспром. То есть было намечено, что Сергей будет читать, а я буду играть. Но что он будет читать, что я буду играть, это мы обговорили за пять минут до выступления. Вам понравилось выступать с Сергеем? Да, очень понравилось. Это было вот шарм экспромта. Вот. И я так подумал, что, может быть, многое, что пустить на самотек, было бы лучше, чем долго, так сказать, репетируемое. Вы, как искусствовед, профессионал своего дела, наверняка сможете определить профессионала от дилетанта даже по фотографии. Как вы считаете? Это вы меня ставите в затруднительное положение. Ну, давайте. Дорогу у нас. Итак, Александр Евгеньевич, профессионал или дилетант? Как вы думаете? Дилетант. Думаете, дилетант? Абсолютно верно. Фредди Мэрвей – дилетант. Итак, у нас следующий человек. Александр Евгеньевич. Ну, я думаю, это любитель. Это немножко лучше, чем профессионал. Потому что любитель, он таки любит музыку. А профессионал – это не факт, что он любит музыку. Ну, Александр Евгеньевич все-таки удостоился от Александра Евгеньевича. Вот этого молодого человека, я думаю, Александр Евгеньевич без труда определит. Это профессионал в своем деле. Качок. Какой-то качок. Да, вот я и говорю, что в своем деле. Ну, точно не музыкант. Ну, думаю. Ну, это очевидно. Александр Евгеньевич, что думаете по поводу? Ну, думаю, профессионал. Ну, Вячеслав Добрыйник, конечно. Фильбалка, Наталья. Ну, и последний наш человек, Александр Евгеньевич. Тоже ответ должен быть профессионал или дилетант? Профессионал. Ну, да, я тоже думаю. Все-таки это профессионал с большой группой, конечно. Это занято по костюмам. Александр Евгеньевич, спасибо Вам огромное. Я надеюсь, сегодня концерт пройдет, как обычно, при полном зале. А, при... При полном зале. А так пройдет, не будем. Как ни в коем случае. Спасибо Вам, Александр Евгеньевич. Спасибо за интересный вопрос. Чего ожидаете от классической музыки сегодня? Ну, сегодня, конечно, мы ожидаем, ну, конечно, хорошего настроения, первое, вдохновения. И, конечно, услышать мастерство, которое, несомненно, будет... Я желаю Вам отлично провести время. Занавес открылся. Это что у тебя за инструмент? Это... Это катарка. А это такой барабан. А сейчас, может, войдем в зал и ударим, как в барабан? А в какой? Ну, там сейчас дяденька Седой играет на рояле. Видел? Да. Классно играет? Да. А ты можешь лучше? Спасибо тебе. Так, мы находимся в Баянной. А можешь что-нибудь из Баха нам исполнить? Из Баха, наверное, не смогу. Все-таки это школьная программа. Ну, тогда, как мы любим, Мурку, да? Давайте лучше вальс, конечно. Ну, давай вальс. Ну, достаточно. Илья, ты молодец. Удачи творчеству. Какие впечатления от концерта? Хорошие. Все понравилось? Да, все понравилось. Что самое классное было? Ну, я плохо слышу. Но нотки пробивались. Да. Что больше всего понравилось? Мне понравился Моцарт. Шопен был хороший. Понимаете, это же, это культура, это корни, это порода. Я с вами абсолютно согласен. Я здесь не была давно, но, может быть, лет 10. И просто в восторге. Великолепный концерт, великолепный зал, великолепный инструмент. Просто замечательно. Всем советую. Ну, сходили бы до Каза-тысячи роли. Почему сходить на Макопара? Ну что, еще раз пойдем? Конечно. А если тысяча рублей будет стоить? Пойдем. Пойдем. Единогласно. Как концерт прошел? Нормально. Мне очень понравилось. То есть нормально. Не то чтобы классно, нормально, да? Я играю на скрипке. Давно играешь? Да, уже два года. Какое твое любимое произведение на скрипке? «Цыплята», «Воздушная песня», «Песенка» и «Про Петю». А кто песню про Петю написал на скрипке? Не знаю. Может быть, тот самый, Петр Ильич Чайковский? Наверное. Давай дадим совет тем, кто не пришел. Какой мы дадим им совет? Ну ничего страшного. Главное, что ты пришел, правда? Удачи. Ну что, дорогие друзья, наше мероприятие подошло к концу. Зрители в восторге. Александр Евгеньевич, как всегда, на высоте. Поэтому что могу вам пожелать? Ходите на интересное мероприятие. Хотите первыми узнавать главные новости города? Быть в курсе центральных событий Латкарина? Радоваться вместе с нами новым спортивным победам и культурным достижениям? Социальным прорывом и коммунальному благоустройству? Наши корреспонденты первыми оказываются на самых значимых мероприятиях. А в объективы наших камер попадают только яркие и достойные кадры. На земле и в воздухе наши коптеры видят этот город иначе. Смотрите нас каждую среду и субботу в 19.00 на телеканале 360 Подмосковья. Подписывайтесь на наши официальные страницы в социальные сети ВКонтакте и Одноклассниках. Предлагайте свои новости и новые темы для передач. Создавайте латкаринское телевидение по своему вкусу и предпочтениям. Будьте с нами. Держите руку на пульсе города. А сейчас новости спорта. Рубрика «Латкарина спортивная» с Романом Завьяловым представлена при поддержке компании «Славянское подворье.Л». Новости баскетбола. Самая непредсказуемая игра. 23 января в спортивном комплексе «Кристалл» прошел очередной матч первенства Московской области по баскетболу. БК «Кристалл» принимал БК «Химки». По мнению болельщиков и специалистов, этот матч стал самым валидольным в сезоне. Первая четверть прошла с преимуществом гостей. Однако во втором отрезке матча латкаринцы были сильнее, уйдя в отрыв к большому перерыву. В третьей четверти «Кристалл» вновь был лучше, набрав «Гандикап» в 16 очков. Кульминация матча произошла в последнем отрезке игры. Слишком рано поверив в легкую победу, наша команда стала играть спустя рукава. А «Химкинцы» семимильными шагами стали сокращать разницу в счете. Все старания нашей команды сохранить преимущество не увенчались успехом. Разница в счете растаяла, как снег весной. За 11 секунд до конца встречи счет был 74-73 в нашу пользу, но последняя атака была за гостями. В зале повисла напряженная пауза. Волновались все – баскетболисты, зрители, судьи и особенно тренеры. Все понимали, что один бросок может все решить. И наши выстояли. Хорошо сыграв в защите в решающий момент, «Кристалл» победил со счетом 76-73. В игре вторых составов, окрыленные победой первой команды, латкаринцы показали быстрый, высокоскоростной баскетбол и смогли уверенно победить со счетом 77-49. Новости баскетбола. Латкарина-Коломна 1-3. 24 января в спортивном комплексе «Кристалл» прошла очередная матчевая встреча первенства Московской области по баскетболу среди юношей. Четыре команды «Дюсш» Латкарина принимали «Дюсш» Коломна. Первыми на паркет вышли баскетболисты 2003 года рождения. Тренер Виталий Андреяхин. Латкаринцы показали неплохой баскетбол, но уступили со счетом 44-51. Следом играли юниоры 2000 года рождения, которые тоже проиграли в борьбе, уступив со счетом 56-69. Под руководством Павла Минкина команда 2002 года рождения уступила со счетом 47-64, а команда 1998-99 годов рождения смогла показать быструю атаку, комбинационную игру и агрессивную защиту и, как следствие, победить со счетом 62-35. «Через все чужие не в жизнь, Через все свои не могу, Ну еще, еще продержись, Ох, как жарко на этом снегу!» Писал Роберт Рождественский в своем стихотворении «Репортаж о лыжной гонке». 23 и 24 января на лыжной трассе «Волкуша» прошло открытое первенство Москвы и Московской области по лыжным гонкам среди любителей. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов в возрасте от 18 до 90 лет. Эти соревнования являются зональными. По результатам соревнований формируется сборная России, которая будет защищать цвета российского флага на чемпионате мира среди любителей, который скоро стартует в Финляндии. Лыткаринские лыжники традиционно приняли участие в гонках. Первое место смогла завоевать лыткаринка Евгения Сирякова, которая будет представлять Россию на чемпионате мира. Лыжники, участвовавшие в гонках, отметили отличное качество трассы, великолепную лыжню, чистый лес и свежий воздух. «Отличная трасса, поехал нормально». «Как доцент с вами что-то ближе?» «Ну, немножечко хотелось получше». «Понятно». «А ты отпустил немножко шоферников». «Трасса отлично. Хочется всегда лучшего первым быть. Но не получилось, будем тренироваться». «Ой, отличная трасса, мороз. Лыжи катят у всех по-разному, говоря, как на соль, на мазере трасса. Ну, есть зырки, есть торчки». «Сегодня, наверное, очень холодно, но как бы есть вещи, которые можно пододеть, и будет нормально. Лыжи кто как сделал, того так и ехали. Мне здесь очень нравится как бы тренироваться, соревноваться. Здесь как бы лес, очень здорово. Здесь прекрасная трасса». «Я хочу сказать, вот эти соревнования у нас, мы проводим в России региональные старты. Это таких семь региональных стартов. Это Урал, Сибирь, Перенцы Сибири, Поволжье и так далее, и так далее. И вот это, как бы, Перенцы Москвы, Московской области, региона, которые открыты. Они приезжают отсюда из Пензы, Рязани, Владимиры, ну, Обнинске, все сюда. И эти соревнования, они являются как бы перед тем, как мы будем потом проводить Перенцы России, и Перенцы России по марафону и так далее. Это очень крупные соревнования. Ну, как правило, у нас в этих соревнованиях участвует 300-400 человек. Место нами давно обжито, мы много здесь проводили Перенцы таких же соревнований. Ну, вот этот первый раз мы приехали, после некоторого периода, приехали на эти соревнования. Место сказочное. Я думаю, что его надо обязательно осилить, освоить, и чтобы вот такие соревнования можно было проводить. Идеальная трасса, идеальные условия. Ну, все. Я, например, очень доволен, что вот это. Это лучшие, я пожалую, сейчас условия в Москве, в московском регионе. Через неделю сборная команда России отправляется на чемпионат мира среди любителей, который будет в Финляндии, в Акате. И я вот считаю, что вот эта трасса идеальная для тех условий, что мы так пробежали. Ну, и сейчас здесь участвует, я думаю, что порядка человек 50 членов сборной команды России. Очень хороший уровень соревнований. Мы впервые проводим здесь соревнования такого уровня, первенство Москвы в Московской области. Организаторы очень хорошо постарались. Видна подготовка не сиюминутная, а кропотливая ежегодная, ну, ежесезонная подготовка. Видна летняя подготовка, широкие просеки, хорошо укатанная трасса, умелая, грамотно использованная техника. Из того, что они могли сделать, они сделали, конечно, конфетку. Очень хорошее место для проведения соревнований. Чистый лес. Ну, и погода сопутствует замечательная. Морозец, солнышко, достаточно снежного покрова, грамотно подготовленные спуски. Трасса очень хорошая. На самом деле, борьба не шуточная. Были и падения, были серьезные столкновения. Была очень какая-то серьезная борьба на трассе. И я хочу сказать, ну, вы сами, видите, участники, да, все так бьются, борются. Отбор идет очень серьезный, очень сильный. Ну, нам бы очень хотелось за это место зацепиться и проводить здесь не только первенство Москвы и Московской области, а проводить региональные соревнования. Выражаем благодарность за помощь в съемках рубрики «Латкарина. Спортивные» компании «Славянское подворье.Л». Роман Завьялов, Александр Тестов, Алексей Устинов. Новости Латкарина. Телеканал «Латкари» представляет широкий спектр рекламных возможностей. От рекламного ролика до имиджевого видеосюжета. От бегущей строки до видеооткрытки. Телефон рекламной службы 8495-979-44-18. 8495-979-44-18. На этом у нас все. Познакомиться со всеми нашими выпусками, оставить свои комментарии и пожелания вы можете на сайте www.ladkarenadefistv.ru Смотрите нас на телеканале «Подмосковье 360 градусов» каждую среду и субботу в 19.00. В студии была Ольга Белозерцева. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова